Здравствуйте, Мария Фёдоровна. Здравствуйте, здравствуйте. Мы сегодня приехали вас поздравить с вашим юбилеем, пожелать вам всего самого хорошего, счастья, здоровья, долголетия подольше и побольше. Марии Фёдоровне исполнилось 90 лет. Мы поздравили её от имени губернатора, от имени Министерства социального развития Московской области и также от главы Ленинского муниципального района. 90 лет – это вам не шутки. Но несмотря на возраст, Мария Фёдоровна бодра и полна оптимизма. И правильно, зачем унывать? Зарядку делает по утрам, то есть себя постоянно разрабатывает. Сама старается за собой ухаживать. Даже не потому, что она стирает, чтобы постирать, а то, чтобы она постоянно была в работе, в движении, за счёт чего она, конечно, и живёт. Ну и, в общем, она у нас молодец, занимается вышивками. А к вышивке у Марии Фёдоровны талант, который она развивала на протяжении всей жизни. Картины иконы получаются настолько красивыми, что за эти работы ей нередко предлагают деньги. «Доставьте, мы вам заплатим». А мы говорим, да нет, заберём, забрали. Так они нам дали тысячу рублей, дали мне это. И на вышивку этого материала, вроде, получите всё. И спасибо вам большое. За свою жизнь наша героиня повидала многое. Родилась в Брянской области, закончила 4 класса. Потом работала пастухом. Во время войны оказалась в оккупации. Помогала раненым и передавала информацию партизанам. После трудилась в колхозе. Её истории хватит на несколько объёмных романов. Но годы несут в себе не только воспоминания, но опыт и мудрость. Их неунывающая бабуля и пытается передать своим внучатам. Очень замечательный человек. Она постоянно мне помогает во всём. Когда мне, например, голова болит или плохо себя чувствую, она мне подойдёт, спросит, может быть, тебе что-нибудь приготовить, может быть, что-нибудь сделать ещё. Не знаю, я очень сильно её люблю. Она меня учит в жизни, как надо жить правильно. Телеканал «Видное ТВ» желает Марии Фёдоровне крепкого здоровья и счастья. Помнить о таких людях необходимо. Александр Шишов, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».